друзья сегодня приготовим очень вкусную вертуту с творожной начинкой для начала нам нужно приготовить опару для опары я использую сыворотку после приготовления сыра моцарелла но можно заменить и на молоко добавляем теплую сыворотку дрожжи просеиваем часть муки рецепт друзья как обычно под видео в описании среднем где-то 400 500 грамм я использую для опары замешиваю тесто ставлю в теплое место чтобы пошла реакция дрожжей и масса увеличилась до двух раз далее перегружаем опару вижу миксера добавляем сахар яйца соль и остальную муку но я добавляю по рецепту как бы 800 900 грамм сначала добавьте 800 грамм потом посмотрите есть и нужно будет добавить еще 100 грамм или когда тесто будете подмешивать или вот как изюм будете добавлять вот уже в этом процессе контролируйте подачу муки вот этот именно остаток 100 грамм тесто я вымешивала минут 10 после добавляю масло сливочной комнатной температуры и вымешиваю тесто еще в среднем 5-10 минут добавляем ванильный экстракт ромовых экстракт для вкуса для аромата вот так тесто должно выглядеть после замеса также все можно замесить и руками накрываю пленкой и оставляю тесто в теплом месте для подъема в процессе подъема тесто обминаю один-два раза то есть тесто поднялась у вас в два-три раза увеличилась переминаем и опять отставляем для увеличения для подъема начинка у нас друзья сегодня творожная я промыла курагу мелко порезала и добавляю домашний творог также я добавила изюм сахар одно яйцо и апельсиновую цедру все перемешиваем также можно добавить ванильный экстракт или ванильный сахар будет все очень вкусно если творог у вас магазины и суховатый добавьте ложку сметаны вот тесто у нас поднялась в процессе подъема я один раз его переминала промытый запаренный изюм я добавляю немножко муки кардамон все перемешиваю и буду вмешивать в тесто выкладываю тесто на рабочую поверхность припыляю мукой подмешиваю еще и буду делить на две части из такого теста я приготовил прекрасную плетенку рецепт приготовления есть на моем канале друзья предыдущее видео пожалуйста заходите смотрите не забудьте подписаться на канал включить колокольчик впереди будут еще очень много интересного а с второй половинки делю ее также на две части и получится у нас две вертуты тесто растягиваем тесто очень эластичная податливая выкладываю половину начинки по желанию вы можете из всего тесто закрутить рулет 1 2 маленькие булочки с творогом пирожки ваша фантазия все что вам нравится место творога можно посыпать корицей с сахаром также закрутить порезать на кусочки тесто универсальное я повторяю начинку выкладываем растягиваем по тесту закручиваем вот так вот рулетиком улитку выкладываем на противень также закручу и 2 вертуту даем тесто подняться будем смазывать яйцом или желток плюс водичка рецепт повторяю как обычно под видео в описании друзья сверху посыпаю миндальные хлопья дайте тесто очень хорошо подняться в теплом месте можно пленочку смазать растительным маслом и накрыть пленочкой чтобы маслом смазывать для того чтобы пленка не прилипла это тесто также используют как ночное вот можно на расстойку оставлять прохладном месте на подоконнике на 6 8 часов и утром с ним дальше вот такая вот получилась у нас плетенка очень тесто волокнистое заходите смотрите рецепт очень интересный способ приготовления плетенки интересно заворачивается из двух жгутов получается очень высокая булочка мы пропекали 180 градусов 30 40 минут готовность проверяйте шпажкой друзья обязательно всех духовки разные достаем из духовочки по сахарной пудрой и вот смотрите какое чудо у нас получилось очень нежное тесто мелкопористое очень очень ароматное готовьте друзья с удовольствием и забудьте подписаться на мой канал и будет очень приятно включите также колокольчик впереди много много еще интересного до новых встреч пока-пока и